Фирмы Родовой Герб, Аудитор, 121-й авиаремонтный завод и Аделак, предприниматель Юрий Савкин и Россельхозбанк, Комусупаковка, Вайланд Электроник, Одинцово Экспо и Спутник Телеком. К благотворительной акции торгово-промышленной палаты охотно присоединяются лучшие бизнес-структуры района. Спасибо большой матушке, спасибо организаторам, спасибо огромной торгово-промышленной палате, которая постоянно участвует в данных мероприятиях. Ежегодно участвуем в благотворительной акции, которая посвящена Новому году. Стараемся всегда удивить ребят, но в основном привозим, конечно, все, что нужно в быту. В этот раз мы от офиса дарим посуду. Я привез подарки от всей, от торгово-промышленной палаты. Бумага, калькуляторы, ну и все остальное. Для чего ребята мы так? Ну, чтобы писали, учились, лучше они. Многие предприниматели участвуют в этой акции уже много лет, с самого ее начала. Руководство приюта передает в торгово-промышленную палату информацию о нуждах детей. В палате формируется список необходимого, из которого каждый бизнесмен затем может выбирать себе любую посильную позицию. Благодарю всех предпринимателей, которые приняли активное участие в этой благотворительной акции. Одинцовская торгово-промышленная палата уже многие годы патронирует приют Самина-Сторожевского монастыря. Мы расширяем свою благотворительную деятельность и могу для информации сообщить, что мы вот только что прибыли с Екатериной Васильевной из Старогородской школы, коррекционной школы. Особая благодарность компании «Родовой герб» Вячеславу Ивановичу Кирееву за те строительные материалы, которые мы сегодня подарили этой школе. И дальше торгово-промышленная палата будет курировать и обеспечивать реализацию этого строительного проекта по восстановлению класса домоводства в этой школе. От имени наместника монастыря, от нас, от детишек мы очень благодарны за вашу помощь, за вашу любовь к нашим детям, стараниям. Вот, что Господь все это отметит в нашем банке небесном. Вот там у вас уже очень много накоплено ваших добродетелей. Участникам благотворительной акции были вручены благодарности. И не важно, чей вклад в благотворительность больше, а чей меньше. Главное – это наличие самого желания сделать доброе дело. В данном случае – помочь обездоленным детям. Это теплый дом. Мы с удовольствием к вам, конечно, приезжаем. Здесь очень хорошо. Тепло, которое мы из нее этого дома приносим, оно, наверное, приятное тем, кто здесь работает, трудится, и тем, кто здесь живет. Они понимают, что их работа, она благодарная, она поддерживается, она поощряется. Мы вот всей душой, ну вот я с восхищением смотрю на эту работу и вот на ваш труд. Обычно дети благодарят предпринимателей за подарки новогодним концертом. Но в этом году ребята заболели. В приюте пришлось ввести карантин. Впрочем, настоящую благотворительность отличает именно то, что она и не ждет благодарности. Петр Горохов, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.